Я хочу сказать, что то, что вы сегодня делаете и говорите, это все очень интересно и очень правильно. Правильно, потому что я приветствую любую оппозиционную силу, которая создается здоровой, конкретной, в интересах своего государства и своего народа. Я тоже много лет борюсь за то, чтобы Грузия была действительно независимой, сильной и в союзе с Россией. Абсолютно правильно и практика, опыт показывает, что Грузия уже много наломала дров. Армения, к сожалению, не сделала из этого выводы и сегодня повторяет ее путь. Саакашвили, как один из первенцев Сороса из США, сделал все для того, чтобы Грузия начала валиться, потеряла часть территории. И дальше она бы, как здесь было сказано, потеряла бы, может быть, и свою государственность полностью, если бы не остановила сегодня, не поменяла свое отношение к России. Я не говорю о том, что Грузия с Лемецей в Розес, это абсолютно такой экономический союз, который Грузия объявила своей целью и даже у них записана Конституция, поэтому нынешние власти идут по этому пути, но вы видите, как она поменяла свое отношение к России, не присоединяясь с никаким санкциям против России. Я очень сожалею, что Армения идет сегодня по этому пути и, конечно, вот эти здоровые оппозиционные силы должны сделать все для того, чтобы Армения стала именно сильным и независимым государством. Да, это в интересах всех и в интересах России. Не то, чтобы Армения или Грузия присоединяются и стала каким-то там регионом, который никому не нужен. Наоборот, чтобы были сильные государства, которые поддерживали ее международную политику на тех уровнях, на которых она будет представлена, имея голос сильного самостоятельного государства. Поэтому я хочу вообще-то под каждым почти словом подписаться, что сказал наш друг Айк Борисович, и чтобы не повторять это все, действительно, было изложено очень все четко. Я приветствую политику, которую вот сегодня изложил именно Аршак. Это беда и грузины, и обмян нас всех в этом регионе, которые вот так вот начинаются внутренние какие-то небольшие разногласия и так далее. Надо объединяться. Это вот форум проложен сегодня в этом форуме. И это, я думаю, принесет определенную цель. Мы, предъявляя претензии к России и как Грузия, и как Армения, не оглядываемся на свои ошибки, на то, что мы сами не действуем в интересах Армении. Грузия, потеряв свою территорию, рассчитывала на каких-то западных друзей западную помощь. Что сделала Америка, когда был конфликт с Хенвале, прислала пароход с памперсами и минеральной водой? Что сделала Америка, когда в Карабахе вот последние события развивались, проводя там мучения, даже не шевельнула пальцы, чтобы поддержать Армению? Вот это результат то, что мы не нужны никому, ни США, ни Западу, они нас просто используют как свой определенный плацдарм, лично в своих интересах, не учитывая интересы ни Армении, ни Грузии. Поэтому чем раньше Армения отшлется, чем раньше Ваш Союз начнет действовать и доводить это все до народа, объединять его, тем больше будет успех. Я много хочу чего сказать, но не буду, имею большой опыт в этой работе. Я хочу просто пожелать счастливого пути Вашему движению. Я это говорю и в интересах своих, и да и в интересах Грузии. Сильное независие Армения, с которой сегодня у Грузии есть определенные теплые отношения, подписанный договор, даже по внутренним паспортам можно общаться между Грузией и Арменией. Но враги сегодня пытаются обоих использовать, приглашая обоих туда на форум. Они хотят обоих использовать против и России для дестабилизации ситуации в регионе. Ведь перед Арменией и перед Грузией огромные вызовы стоят и со стороны Турции, и со стороны интересов Азербайджана, который сегодня экономически почти поглощает Грузию и давлеет на нее определенными путями. И Турцию, бесспорно, которая сегодня видит еще часть территории Грузии, Аджарский, Гуринский регион, Айсанской Джамахети на своей карте и так далее. Поэтому давайте быть умными, мужественными, бороться за интересы своей страны и своего народа. Спасибо.